Сегодня состоялось заседание правительственной комиссии Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там обсудили одну из самых важных тем, а именно травля учащихся в школе. По информации администрации школ, открытых случаев травли, бойкота или унижения в Магаданской области не зафиксировано. Кроме того, во всех образовательных организациях нашего округа существуют различные формы поддержки для учеников. Наиболее доступные и действенные – это телефон горячей линии и непосредственно разговор с классным руководителем. Но были и единичные случаи жалоб на нападки со стороны одноклассников. К счастью, до открытой травли они не доходили, потому что администрация школы быстро реагировала и моментально решала возникшие проблемы. Конечно, самое главное для учителей и родителей – это профилактика и своевременное обнаружение этой ситуации. Более того, в целях распространения криминальных субкультур среди несовершеннолетних проводятся рекомендованные мероприятия, которые в основном направлены на предупреждение буллинга среди учащихся. Подробнее о действиях по предотвращению травли рассказала министр образования Магаданской области Анжела Шурхно. На постоянной основе муниципального уровня управления образования осуществляется мониторинг деятельности. О профилактике социального проведения учащихся есть специальная форма заполнения итогов этого мониторинга. Организация индивидуально-профилактической работы не только с учащимися, но и с семьями. Потому что там, где нужно согласно руководить, в них силах определить зону риска. И первые признаки, так скажем, отражения буллинга на ребенке, может определить это себе. Поэтому это важное направление. И практикуется прежде всего проведение семинаров, занятий не только с педагогами, но еще и занятий с родителями. Также по поручению президента во всех образовательных организациях пересмотрят не только программы, но и подход к самому формированию воспитательной деятельности. Суть всего этого заключается в том, что нужно не только акцентировать внимание на возможности и роли классного руководителя, социальных педагогов, психологов, родителей, но еще и полностью пересмотреть воспитательную работу. Так, с нового учебного года Министерство образования будет не просто утверждать образовательную программу, но и направлять ее на рассмотрение определенной комиссии, где они уже будут тщательнее изучать каждую программу. Поэтому в тех школах, где были зафиксированы случаи травли или где есть риск ее возникновения, это обязательно будет учитываться при создании новой образовательной программы. Продолжение следует...